Следующий вопрос. Может ли, говорит один из партнеров, то есть хозяин земли или рабочий, обуславливать себе какое-то количество конкретных дирхемов или количество килограмм плодов? Говорит, делим плоды 50 на 50, но мне еще зарплата каждый месяц, допустим, 5000 рублей. Или, кроме 50 на 50, мне еще, допустим, 3 тонны фиников дополнительно. То есть, так или иначе, в любом случае, вырастут они или нет, ты не должен 3 тонны фиников откуда-нибудь отдать. Можно такое или нет? Говорит ученый единогласный в том, что такое условие является неразрешенным. Как если один партнер обуславливает другому, что ему должна будет выплачиваться определенная сумма зарплаты, дирхемов или динаров. То есть, кроме доли плодов. Почему все это быстро проходим? Такие же вопросы разбирали, когда разбирали Мударабу. Если рабочий или хозяин земли, кроме доли плодов, сам себе обусловит еще какое-то конкретное количество плодов, или себе еще прибавит какую-то конкретную сумму зарплаты, как, например, 10 дирхемов и тому подобное, это является неразрешенным без разногласия. Такой вопрос тоже, решало, понятен. Значит, ограничивается чем? Плодами. Ты получаешь 50% плодов, я получаю 50% плодов. Дополнительно какую-то конкретную стоявшуюся сумму денег или тоннаж, что называется, плодов, один себе не может обуславливать. Иначе эта сделка будет какой-то недействительной. Далее.